Во-первых, я фармацевт, клинический фармацевт. 20 лет я работал в университете в Утрехте в Голландии. И также я работал в военном госпитале. Я работал как фармацевт в военном госпитале и работал там 27 лет. 7 лет назад они решили, что я могу также работать как менеджером в радиологической лаборатории в отделении фармацевтики в госпитале. И на тот момент я стал также частью управленческой команды госпиталя. И вот уже один год прошел, я теперь являюсь директором этого госпиталя, как я понимаю, главным врачом госпиталя также. И я теперь представляю управление. Я думаю, что сейчас также здесь и есть мои коллеги в зале, которые также работают примерно над этим направлением. Когда я был моложе, я, в общем-то, думал, что если я стану директором или главным врачом, я буду просто пить кофе и смотреть в окно, и все будет отлично, наблюдать, как другие работают. Но я вижу, что сейчас многие улыбаются, и, в общем-то, улыбка – это здорово. Я сейчас прекрасно понимаю, что это совершенно не так. И, вы знаете, я очень много теперь волнуюсь за все, чтобы у всех было достаточно медсестер, чтобы правильные врачи были назначены на правильные должности. Я теперь думаю о том, какие материалы необходимы, чтобы это все было в правильном количестве. И мы сейчас также перестраиваем большое количество департаментов, и чтобы наш госпиталь немножко модернизировать, чтобы он не выглядел, как будто ему на самом деле 27 лет. Мы сейчас хотим работать над другими концепциями в нашем госпитале. И, вы знаете, еще важная часть нашей работы – это немножечко сократить персонал, потому что, когда мы слышим реорганизация, не знаю, как это в России, вы знаете, но в Органде это значит, что у нас должно быть меньше персонала, и меньше денег должно тратиться на обслуживание персонала. Это вот то, что касается меня. Сегодня утром я слышал о том, что вы говорили о пациентах, что пациент – самое важное. Когда я заполнял анкету по пациентам, то, вы знаете, очень часто пациенты не заботились даже о качестве своего лечения. Они думали о том, будет ли хорошо ко мне доктор относиться, достаточно ли парковочных мест на парковке. Очень был важен вот этот аспект, чтобы доктор хорошо ко мне относился. И когда я иду к врачу, этот врач должен быть достаточно хорош и должен иметь хорошие характеристики. И я даже не должен проверять, насколько он квалифицированный, но я должен быть уверен, что он со мной дружелюбен, и что он знает достаточно о моей болезни. И у него должно быть достаточно времени для того, чтобы ответить на все мои вопросы. Я не знаю, как у вас здесь в России, но у нас, в Голландии, когда вы первый раз посещаете больницу, у вас 10-20 минут всего есть на прием. И не всегда пациент вообще набирается смелости ответить, задать все вопросы. И он даже не понимает иногда, что он не получил достаточную медицинскую помощь, что он пообщался с самым лучшим врачом. В общем, он уходит неудовлетворенным. Когда я начал работать как менеджер, я обнаружил, что фармацевты, медсестры и администраторы, и врачи все, они несинхронизированы, их работа несинхронизирована. Операционные медсестры хотят, конечно, знать, сколько операций завтра будет, но они не понимают, почему, например, лор-врачи не могут оперировать в понедельник. А у общих хирургов, почему у них нет приема во второй половине дня? Они не понимают, но мы должны им ответить на все эти вопросы, и никто не понимает. И нет взаимодействия, нет коммуникации. Мы разговариваем на разных языках. Мы работаем в одном здании, но есть один человек, который говорит, например, об административной работе, а есть клинические специалисты, которые просто хотят, чтобы все было в порядке. И в операционной, например, в операционной должно быть всего достаточно перевязочного материала, достаточно инструментарий, все необходимое для анестезии. Но операционная не может работать эффективно, если, например, если нет просто санитара, который может перевезти пациента из операционной в палату потом. Это ничего не будет работать, даже если все предыдущее есть. И замедление потока пациентов в этом случае, конечно, произойдет, и просто хирург начинает сходить с ума, почему мы отстаем от графика, у меня еще впереди 8 операций, а теперь вот задержка, и я успею сделать только 5. Кто виноват? Что я делал? Я собирал всех этих людей и говорил, нам нужно поговорить. И мы начинали вот этот разговор, и, например, старшая сестра, которая знает эту проблему из операционной, другие знают проблему логистики, доктора узнают проблемы от технических работников, они начинают общаться. И в итоге мы приходим к ситуации, когда все осознают вообще наличие этой проблемы, той или другой. И мы видим, что есть здесь вот этот круг, который связывает все звенья этой цепочки. Как сегодня вы уже слышали, каждый звено этой цепочки является точно таким же важным, как любое другое. Я никогда не устаю повторять это. Примерно 8 лет назад человек умер на операционном столе в Калланте. И он умер в связи с пожаром. Каким образом это произошло? Все были просто поражены, потому что анестезист оборудовании, к сожалению, анестезист не подсоединил вот этот вот трубопровод для кислорода неправильно. И этот кислород поступал в оборудование, и поэтому распространилось вот это вот возгорание так быстро, что не было никакой возможности для сотрудников эвакуировать этого человека. И пациент погиб на операционном столе, представляете себе, от пожара. И здесь хороший пример того, что мы должны воспринимать не просто ответственность каждого человека, ограниченную ответственность каждого человека, мы должны понимать, что у нас в главе угла здоровье человека, здоровье пациента. И мы также должны заботиться о безопасности и докторов, и медсестер. Они должны работать в удобных условиях. У них должно быть достаточно всего оборудования, перезяточных материалов, расходников. Все должны быть уверены, что все оборудование работает безопасно. И они должны быть уверены, что они обеспечивают безопасную услугу для пациентов. Все это является таким же важным, как и все, что мы раньше знали. Я проведу вас через риск-менеджмент и показатели мониторинга качества. Что такое риск-менеджмент? Какие индикаторы нам нужны здесь? И насколько это важно? Мы хотим делать правильные вещи. Каждое лечебное учреждение отличается от другого. Много раз сегодня вам это говорили, я хочу еще раз подчеркнуть это, потому что любое лечебное учреждение имеет свою специфику. Если вы обучающее лечебное учреждение, академическое лечебное учреждение, ортопедическое хирургии, хирургии, например, в педиатрическом направлении или наоборот, для пожилых, вы понимаете, есть своя специфика, как работать с вашими пациентами для обеспечения самого высокого качества. И для этого вам нужно смотреть на все звенья ваших цепочек. Если вы этого не сделаете, если вы стараетесь копировать другие системы, вы увидите, что вы потеряете, вы пропустите определенные важные вещи. И то же самое, даже если вы будете копировать другое, точно такое же лечебное учреждение, как, так скажем, так называемое, то же самое лечебное учреждение, вы пропустите многие вещи, вы должны принимать во внимание ваши индивидуальные особенности. То, что вы здесь видите, это модель, которую мы называем, швейцарского сыра мы ее так называем. Что вы здесь видите? Различные слои. И каждый этот слой обеспечивает безопластное окружение. Потому что если все эти слои выполнены, не будет даже шанса для неудачи. Это означает, что ни один из этих слоев не является идеальным сам по себе. Только тогда, когда они работают вместе, тогда это будет срабатывать. Каждый один из них может привести к неудачи. Каждый человек имеет право на ошибку. И сами системы могут допускать ошибку. И вы видите, вот этой черной пунктирной линии показан триггер, несчастный случай. И тогда может пройти это через вот эти слабые звенья и привести к развитию несчастного случая. Например, доставка лекарства к пациенту. То же самое, практически то же самое название. И выглядит так же, если вы положите их рядом на полку, в шкафу. И начинается с одинаковых трех первых букв. Это очень часто такое случается. Это означает, что нужно быть очень внимательным. Прежде всего, не перепутать их. И мы должны обязательно предпринять профилактические меры. Например, поместить лекарства с похожими названиями или, похоже, выглядящие в разные шкафы, на разные полки, как минимум. Мы должны добиться ситуации, чтобы всегда была двойная проверка того препарата, который дается пациентам. Всегда необходима двойная проверка рецепта выписанного пациентом. Правильно ли все имя написано, полное имя пациента, дата рождения, диагноз и так далее. Только тогда мы будем уверены, что мы даем правильное лекарство правильному пациенту. Если что-то идет не так в этой системе, вы получите несчастный случай. Вот эта модель, это то, что вы должны постоянно проверять. на каждом этаже, на каждом слое, может случиться несчастный случай. То, что вы видите здесь, это матрица риска. Если вы запомните только вот этот слайд, вот если это будет картинка, стоять перед вашими глазами, я уже буду довольна. Есть те несчастные случаи, которые обладают слабым воздействием. И при этом высокой частотой. Давайте сначала поговорим с высоким воздействием. Например, в операционной. Это может происходить, например, каждый день, да? Например, плохо стерилизуются инструменты, например, какие-то неполадки со стерилизатором. Тогда ваши хирурги работают с нестерильным угородованием. И что мы получаем? Инфекцию после операционных рамок. Вы должны быть уверены, что этот процесс находится в постоянном мониторировании. Также, может быть, нечастые происшествия с высоким воздействием. Например, у нас в Голландии. Если хирург выполняет операцию один или два раза в год, не чаще. Я не знаю, как здесь у вас в России происходит, но у нас... Мы действительно встречаемся с такими случаями. И мы расцениваем опыт такого хирурга по выполнению данной конкретной операции как недостаточный. Поэтому, если он выполняет такую операцию так редко, большие шансы, что он сделает ошибку. И пациент может иметь серьезное повреждение, либо даже может погибнуть. Поэтому эту ситуацию также нужно четко отслеживать. В Голландии у нас теперь есть система для хирургов, которая отслеживает, чтобы хирурги имели как минимум 20, 30, 40 операций в год для того, чтобы иметь вообще возможность выполнять эту операцию на высоком уровне. И мы стараемся обеспечить хирургов возможностью выполнения именно такого количества операций каждый год для того, чтобы поддерживать его уровень. Что это означает для всех, для нас, для вас? Когда мы начали работать, у нас был вот этот вот шкала воздействия. Мы прежде всего работали по обслуживанию пациентов. Как это влияет на пациентов? Потом второе. Как часто это случается? Один раз в день, один раз в месяц, квартал, год. И затем мы ранжировали на слабое воздействие и сильное воздействие. И затем, когда мы сделали матрицу всех этих процессов, шкалы вот этой, мы можем даже потом прогнозировать, когда и что может произойти. На этом моменте мы начали выполнять риск, анализ риска. на основе этой модели. И мы сделали лист самых главных моментов, которые мы должны прежде всего рассмотреть и решить вопрос, который мы должны решить. Если у вас что-то подобное на такие системы в ваших лечебных учреждениях, поднимите, пожалуйста, руки те, кто имеет такую систему. Хоть что-то похожее. Спасибо вам большое. Это то, что вы можете использовать на ваших рабочих местах. Я поговорю об этом еще на семинаре во второй половине дня о тех конкретных шагах и конкретных моделях, которые вы можете построить на ваших лечебных учреждениях. Итак, мы говорим о нашей конкретной модели в нашем университете, в Мастер-Икске. Вы можете прочитать то, что здесь написано. Единственное, о чем я хочу сказать по интегрированному менеджменту риска. Первое. То, что риск определяется как процедурная операция, которая приводит или может вызвать нежелательные последствия. И нежелательное в этом отношении означает, что не было желания, намерения причинить бред пациенту. Ну, что-то пошло не так. И пациенту был нанесен бред. И второе. Физическое повреждение. Это означает, что ваше воздействие, лечебное вмешательство, которое вы выполнили в вашем лечебном учреждении, привело, которое привело к нежелательным явлениям для пациента, приводит к юридическому преследованию, к расследованию. Почему такое случилось? По крайней мере, у нас это всегда так бывает. И самое главное, это еще приведет к финансовым последствиям. нам необходимо компенсировать потери. Например, если кто-то получил инвалидность после операции, мы должны полностью компенсировать всю и социальную помощь для такого пациента после выписки. Я не знаю, как у вас здесь в России происходит, в Голландии у нас есть то, что мы называем государственная стоимость здравоохранения. И это определяется министерством и властями. И они определяют, насколько менеджмент лечебного учреждения не только врачи и соответственно врачебные медицинские работники, которые непосредственно имели контакт и сами непосредственно выполняли то или иное лечебное вмешательство, насколько вот именно менеджмент данного лечебного учреждения тоже должен отвечать за то, что произошло. вы понимаете, что мы должны быть ответственны за все этапы, например, чистота операционной. Если не обеспечить этого, то мы видим инфекции послеоперационной раны. И тогда мы можем, тогда мы видим, что параметр чистоты послеоперационных нагновений растет. И мы, например, можем сравнить свои показатели с показателями других лечебных учреждений. Тогда я иду и пытаюсь определить, почему такое произошло. И если я не сделаю что-то в этом направлении, если я не обеспечу санитарно-гигиенические условия, если я не обеспечу тщательной очистки и мытья операционной ежедневно, я буду юридически ответственным за последствия, и я действительно пойду под суд. интегрированный менеджмент риска. Необходимо, прежде всего, установить цели. Как я уже сказал два слайда назад, если мы делаем вот этот матрикс риска, нам нужно определить, что как часто это происходит, какое воздействие это оказывает, и самое главное, мы должны сделать выбор. Мы не можем взять во внимание сразу все проблемы во всем лечебном учреждении. Нам, прежде всего, нужно идентифицировать проблему для воздействия на нее с помощью интегрированного менеджмента риска и определить зону вашей ответственности. Вам нужно определить, также прогнозировать тот результат, который вы хотите получить на выходе. Для этого то, что мы сегодня уже было показано моими коллегами, о том, что мониторинг постоянный улучшает вашу систему. Здравоохранение это не первая сфера, которая занималась управлением безопасностью. Эта сфера, в общем-то, пришла к нам из нефтяного сектора и химического сектора, также из авиации. Я сам также работал в обороне и в общем-то, мы постоянно занимались проверкой самолета, так, чтобы быть уверенным в том, что он не распадется в воздухе. Это, в общем-то, важно. То есть, вы проверяете, например, в общем-то, самолет, все проверяете в самолете, то же самое, в общем-то, мы делаем и в медицинском учреждении, в больнице. То, что касается нашего Мастрихского университета, медицинского центра в этом университете, мы делаем то же самое. Мы там проверяем все. И, в общем-то, у нас также были представители химического сектора. Это химическая компания, которая также работала с нами в коллаборации. И, в общем-то, мы попросили эту компанию, чтобы они нам помогли с тем, как работать с вопросами безопасности. И эта компания, химическая компания, стала нам помогать в этом аспекте интегрированного управления рисками. и, в общем-то, два с половиной года мы работали над программой, которая имела довольно четкие цели по управлению рисками. Еще одна вещь, которая, мне кажется, очень важна, это подход снизу вверх. То есть, те люди, которые работают в больнице, они должны вам помогать во всех ваших процессах. Медсестры, фармацевты, врачи, администраторы, логистика, техническая поддержка, все люди, задействованные в этой цепочке, они должны работать с вами, потому что вы директора, вы говорите сверху, что они должны делать, эти люди, но вы получаете сопротивление от этих людей, и чтобы не бояться этого сопротивления, вам необходимо вводить все реформы снизу вверх. Вы должны обязательно делать так, чтобы ваши сотрудники активно принимали участие во всех ваших программах. Не нужно просто говорить людям, что им делать. Вы говорите, вот мои цели, мы, вот у нас такие проблемы, и мы должны эти проблемы решить. И у нас, например, вот в этих департаментах существуют такие проблемы. И, в общем-то, эти люди, которые работают во всех других отраслях вашей больницы, они должны вам помогать постоянно. Вы знаете, вы будете удивлены, сколько идей лежат в головах ваших врачей, администраторов, людей, которые занимаются логистикой. Эти люди занимаются своими работами много лет. Они знают свою работу очень хорошо. Они знают, как какую-то операцию, какую-то процедуру сделать дешевле, как ее улучшить. И, возможно, они вам сами могут подсказать, как вам лучше справиться с проблемами. А также отчетность по инцидентам. Это очень важный момент. Необходимо это делать тоже безопасным образом, конечно же, вместе с инспекторами по безопасности. мы, как врачи, также медсестры, должны сообщать о несчастном случае, об инциденте. К сожалению, например, доза была неправильная медицинского препарата. И вы сообщаете об этом инциденте. например, вы не должны тут же винить этого человека, не должны тут же отсылать его, например, в суд, сажать в тюрьму. Вы должны сказать ему спасибо большое за то, что вы мне сообщили об этой проблеме, спасибо за эту информацию, и затем вы должны уже извлечь ошибки из этой проблемы. и вы должны понять, если это произошло здесь, в этой палате, значит, какая-то есть проблема с препаратами. Возможно, такая же проблема может возникнуть и в другой палате, например. И тогда вы можете определить проблему, основную проблему, возможно, эта основная проблема уже захватила всю вашу больницу, и не только небольшую часть больницы. но тогда если вы будете относиться к этим людям с благодарностью, которые вам сообщают о проблемах, тогда они будут вам сообщать об этих проблемах, не будут их замалчивать. И это очень важный момент, не надо никого тут же осуждать, судить и рядить. Необходимо понять человека, и коллеги этого человека никогда не заявят об ошибке, если они узнают, что вы сделали с этим человеком, например, вы его посадили в тюрьму или осудили его. Лучше создать такую атмосферу, когда ваши сотрудники будут открытыми по отношению к вам, и они будут признавать, что да, я сделал ошибку, и я это признаю, и я сообщаю об этой ошибке. Вы знаете, каждый совершает ошибки, я делал ошибки, и в вашей больнице наверняка люди делают ошибки, причем каждый день, но здесь важно, как понять, как лучше система, как избавиться от этих ошибок. Это не то, что делается, вот, знаете, быстро. и невозможно сказать медсестрам, ну что ж, с сегодняшнего дня мы будем получать отчетность, и в общем-то я не буду вас ни за что винить вот с этого момента. Что же произойдет тогда? Они тогда начнут постоянно вам предоставлять отчеты по ошибкам, или что они будут делать в таком случае, если вы так вам скажете? Директор мой сказал, что я могу спокойно совершать ошибки, получается. Я вижу, люди уже улыбаются, наверное, та же ситуация у вас в медицинском учреждении. Вам необходимо дать людям понять, что они могут вам доверять, и вы будете доверять им. Они будут просто вам давать отчетность по каким-то происшествиям, по инцидентам. И такое доверие должно развиваться постоянно. То есть это, опять же, невозможно установить доверие за один день. Это зависит также от культуры. Российская культура, она очень сильно отличается от голландской культуры. Мы открытая культура. Мы представляем открытую культуру. Солдат, например, к Робу может подойти и сказать, вы нам рассказали о каком-то плане, этот план очень глупый, может солдат сказать генералу. Я не знаю, в России может так солдат сказать генералу, что это глупый план. Ну, я думаю, наверное, я прав, в России это невозможно. И в Голландии мы открыты, и мы можем осмелиться говорить вещи глупые, может быть, другим людям. Но в здравоохранении, возможно, это может быть проблема. Но в обычной жизни мы говорим все. Может быть, это не так хорошо на самом деле, но люди тогда вам начинают доверять. И вы тогда можете понять, что не так идет в вашей больнице. Я хотел бы, чтобы вы подумали о том, как это может работать в вашей системе в России, в вашем здравоохранении. возможно, однажды вы соберетесь все вместе, потому что вы все из этого одного района, у вас одни и те же возможные проблемы, и можете подумать о том, как вы можете управлять своей культурой, которая довольно такая культура, которая может быть не такая открытая, как может быть в Голландии. И может быть вы можете начать с анонимного отчета. Человек не ставит имени, а просто рассказывает о происшествии. Вот это может быть тоже возможность для этого. Итак, программа была введена во всей больнице так, чтобы она могла быть частью культуры. здесь мы видим, что также мы должны говорить, например, о том, что сотрудники должны признавать проблему. Например, вы не должны не благодарить их. Вы должны обязательно поблагодарить сотрудника и сказать, что вы обязательно примите внимание эту проблему и вы как представитель управления больницы обязательно вернетесь с обратной связью к ним по этой проблеме конкретной. Что вы будете делать по этой проблеме? культура? Культура. В моей больнице, я опять же не знаю, как это в России, но вы знаете, он находится в различных местах совершенно. и каждый такой отдельный участок. И очень часто все это работает разрозненно. Почему? Потому что когда я, например, работаю в группе, я чувствую себя безопасно. и я, в общем-то, все мои коллеги знают имена, например, моих детей, даже имя моей собаки, но, может быть, с кем-то я не лажу. И я должен быть уверен в том, что вся эта структура департаментов разрозненная должна слаженно работать. И в Маст-Рихтихте была так разработана программа пяти компонентов эта программа затрагивает всех, все департаменты. Даже если вы работаете на кухне, работаете над безопасностью пищевых продуктов, это тоже очень важно, потому что безопасность пациента затрагивает всех. Вам нужны ресурсы, вам нужны правильные люди в вашем учреждении. И технологии, информационные технологии также важны. Все сейчас владеют компьютером, и все знают, как отсылать почту, как работать с компьютером. Но система пациентов в Голландии может быть достаточно сложной. Каждый врач знает, как управлять этой системой, как водить данные по пациенту в систему. Иногда здесь 16 кнопок, надо нажать 23 кнопки, но в любом случае система пациентов довольно сложная. Это досье, электронное досье на пациента. Оно так называется в Голландии. И здесь нам необходимо знать, что все тут правильно введено, и нам нужно знать, что информационные технологии хорошо работают. Финансирование. Финансирование это не такая большая проблема, эта проблема решается, и также важная проблема это сами здания и сооружения. А сейчас хотел бы также затронуть коммуникацию. Когда мы начинаем работать над этой программой, и говорите, что сегодня мы будем заниматься управлением качества, и, например, говорим, что безопасность пациента очень важна, и больше никто от вас ничего не слышит об этом вопросе, то интерес будет спадать, естественно. Это совершенно логическое продолжение. И вам то, что мы сделали в Мастрих, это не похоже на взмахивание волшебной палочкой. Если вы, например, везде развешиваете информационный постер на стенах, то это очень важный момент, таким образом вы поддерживаете дух ваших сотрудников в процессе программы, и каждый остается мотивирован также с помощью таких постеров. То, что касается программы 5 в Университете Мастрих, здесь я бы хотел упомянуть самые важные вещи. Это управление, руководство, все руководство в больнице, старшие медсестры, все те, кто находятся на ведущих позициях, должны понимать, что все поддерживают систему управления качеством. Если кто-то не поддерживает эту систему управления качеством, то эта система не будет работать. Я пропущу несколько слайдов, потому что мне остается очень мало времени. Пациенты. Пациенты в Голландии, они также являются частью треугольника пациента, врач и страховая система. Это треугольник. Страховая система компании страховые, они работают в системе здравоохранения. Пациенты это те, которые проходят лечение, консультацию, и врачи, они предоставляют эти услуги. Пациенты обладают достаточно многими возможностями в нашей системе. Это те люди, которые защищены Министерством Дравоохранения. Пациенты могут вам помочь сделать так, чтобы ваша среда будет безопасна. Если пациент не получает лечение медикаментозное, вы можете ничего не сказать, или можете смотивировать вашего пациента, он скажет, что он не получил медикаментозного лечения. пациента может подразумевать пациента. И тогда пациент также может, например, потом это рассказать, например, вышестоящим органам. И также может быть другие ситуации, например, вы не помыли руки и поздоровались с пациентом. и таким образом это тоже может быть заявлено пациентом. То есть очень многое зависит от взаимоотношений пациента и врача. Качество качества и показатели качества. Это, с одной стороны, хорошо и плохо, потому что наши больницы должны заполнять огромное количество анкет и много данных заполнять для того, чтобы видеть все эти показатели. И это еще не все, конечно же, которые представлены здесь. У меня 150 показателей, например, для Министерства взрывования и ранения, 150 показателей для моего пациента и огромное количество индикаторов. То есть вы можете понять, как я устал от этих показателей, что постоянно заполняются какие-то данные, чтобы мы видели эти показатели. Я также буду это упоминать на моем мастер-классе. И вы знаете, в прошлом октябре все наши специалисты поднялись и сказали, мы не хотим больше работать на показатели. Они хотели вообще избавиться от показателей. И представляете, что тогда сказал наше министерство здравоохранения и наша страховая компания. Они бы сказали, что им это совсем не нравится. Но самое главное, мы должны понимать эти параметры. Мы не можем заменять ими реальную жизнь. Невозможно с помощью них оценить все. Даже правление лечебного учреждения, в котором вы работаете, я просто хочу привести пример. Даже если им не нравится отказаться от всех показателей, я по-другому установлю. На той неделе это наш журнал мнений. Здесь есть ток лучших клиник. И здесь также включена организация общественного здравоохранения. Если ваше лечебное учреждение может быть на первом месте или на сотом месте. И, конечно, вы понимаете, чем хуже ваши показатели, вы спускаетесь вниз по вашему, по этому списку. Поэтому все хотят быть наверху. Но иногда это по неправильным причинам. Эти показатели могут вам помочь правильно управлять качеством. Но есть те вещи, которые вы не можете есть определенные моменты, которые моменты информации, которые вы не можете получить от этих показателей. У нас есть текущие разработки, с помощью которых мы пытаемся снизить количество этих показателей. Когда вы начнете работать с показателями, пожалуйста, обязательно помните, что это количество показателей должно быть не очень большим. И самое главное, они должны иметь смысл, нести вам какую-то информацию, чтобы вы не должны были просматривать страницы страницы этих показателей, из которых вы получаете минимум информации. Вы должны принять мониторирование определенного круга показателей, из которых вы получаете наибольшую информацию, которая вам нужна для принятия определенных решений для какой-то активности. например, приведу вам пример с машиной. Мы должны конечно всегда измерять температуру двигателя, для того, чтобы не допустить опасной ситуации. Поэтому есть только несколько очень важных параметров, которые измеряются в машине. То же самое для самолета. Но в самолете намного больше индикаторов и сложнее за ними следить. И я бы хотел, чтобы вы приближались к наиболее простой ситуации, чтобы это было больше как на машине, для того, чтобы иметь очень быструю реакцию на любой индикатор, если он становится опасным. так, что это не может быть, но